Ревности Друзья, что же такое ревность? Мне понравилось одно очень интересное высказывание, хочу сегодня его привести в качестве определения ревности. Ревность — это низвержение чувств до уровня потребления. Сегодня я погрузилась под сознание, как всегда, оно мне открыло очень интересную информацию. И начну я, наверное, с энергетических аспектов, тонких планов, расскажу, что же на самом деле происходит с людьми, которые подвержены этому чувству. В первую очередь человек, который ревнует, испускает на уровне энергетики привязки, я их называю стрелами, потому что очень часто визуально они просматриваются как стрелы. И таким образом он пытается привязать партнера, то есть он выпускает вот такие вот цепи, хватает ими партнера и начинает его пытаться удержать. Но в этот момент у партнера, который очень сильно ревнует, происходит сильный отток энергии. То есть в процессе ревности он теряет энергию, то есть на уровне энергетики он начинает эту энергию отдавать другому партнеру. И второй партнер, присыщаясь этой энергией, начинает естественным образом ее обесценивать, потому что когда чего-то много, мы этого автоматически не ценим. Он еще больше начинает от этого ревнующего изначального партнера бежать. На самом деле для того, чтобы получить обратный эффект, ревность, по сути, она дает только отторжение. Но мы не берем те случаи, когда ревность намеренно вызывается кем-то, чтобы подтвердить самому себе факт того, что ты кому-то нужен. Это другая ситуация. Но если ревность происходит в одностороннем порядке, то второго партнера это всегда отталкивает. И на уровне энергетики это из-за того, что человек присыщен энергиями. Ревнующий человек ее в большом количестве отдает, тот до какого-то момента принимает, и когда ее становится излишек, она бесценится, он еще больше начинает отдаляться. По большому счету энергия цена, когда она в дефиците. То есть первый совет, который я могу дать, это перестать ревновать и наоборот создать дефицит внимания и энергии тому человеку, чтобы он сам в ответ к вам потянулся. Ну, конечно, сделать это искусственно не получится. Это действительно нужно искренне прочувствовать и проделать, потому что на уровне энергетики интуитивно, подсознательно второй партнер все равно чувствует, нужен он или не нужен. И дело тут не в оказанном внимании, дело именно в этом энергетическом настрое. Чаще всего привязки, то есть вот эти стрелы энергетические, они сходят по первым трем чакрам. То есть ревнующий человек пытается привязать по первой, по второй и по третьей чакре, в зависимости от того, какая программа у него не проработана. И тут мы постепенно подходим к подсознательным программам, то есть или иными словами к психологии, то есть к тем причинам, которые заставляют человека ревновать. Чаще всего все достаточно банально, то есть это чувство неуверенности в себе, это чувство жадности, это чувство страха и это чувство эгоизма. У каждого что-то свое, то есть это не конкретно весь набор чувств присущий каждому человеку, у каждого что-то свое. И также еще к причинам ревновости относятся полученные ранние травмы, которые заставляют человека испытывать вот эти болезненные неприятные чувства, которые он во время травмы получил. Соответственно, конечно же, для того, чтобы избавиться от этого чувства, нужно банально начать работать с причинами ревности, и проработав причину, она автоматически исчезнет. Если говоря еще эзотерическим языком, то на уровне энергетики человек, который имеет эти проблемы, чувствование уверенности в себе, он, прежде всего, не целостен, то есть он испытывает отсутствие целостности. И обладание кем-то создает ему мнимую уверенность, увеличение своего, собственно, энергопотенциала, своей целостности. Ведь он, когда обладает, он автоматом накладывает владение этим человеком и присваивает его энергопотенциал себе. Таким образом, он становится как бы шире, объемнее, значимее, могущественнее. Общественнее, да, это вот мы сейчас к эгоизму идем. Он распоряжается и своими ресурсами, и чужими ресурсами, это ведь все его, да. И это создает некую иллюзию вот этой важности, да, иллюзию того, что человек решил проблему, он заткнул ту болезненную субличность, которая ему, по сути, постоянно об этом говорит. И вот за счет обладания кем-то, то есть присвоения чужих ресурсов себе, он вот этот энергопотенциал расширил. И когда по каким-то причинам ему вдруг кажется, что он этих ресурсов может лишиться, обнажается вот эта вот его болезненная внутренняя часть, непроработанная, которая очень сильно начинает кричать о том, что он может это сейчас потерять. И он испытывает гамму чувств, от страха до сильной тревоги, вплоть до невротических расстройств, да. И мы всегда видим, что люди, испытывающие ревность, они очень импульсивны, то есть настолько сильный вот этот эпуль, что они не могут его контролировать. То есть тут же вот это невротическое расстройство, оно вступает в силу, и человек, в принципе, действует автоматом. То есть проконтролировать приступ ревности очень часто крайне-крайне сложно. Ещё один аспект хотела бы обозначить. Человек, который испускает эти стрелы, да, и даёт по этим привязкам, по этим каналам свою энергию, очень сильно может пострадать в том случае, если его энергоцентры недостаточно проработаны, прокачаны, и недостаточное количество энергии имеют, то есть это может привести в итоге даже к заболеванию. Например, если человек по первой чакре очень много отдаёт энергии, то это может привести к геморрою, к расстройствам кишечника. Если по второй чакре, то очень половые заболевания. Если по третьей чакре он много отдаёт, а при этом собственной энергии у него недостаточно количества, то он тоже получает болезнь желудочно-кишечного тракта. Это тоже нужно помнить, я лично это наблюдала у других людей, когда действительно у них обострялись очень сильно во время приступов в ревности, обострялись те или иные заболевания, потому что они очень сильно много теряли энергию, и все вот эти энергопотери приводили к органическим нарушениям. Так, что касается проработки этих качеств, то в первую очередь, естественно, надо найти и понять, какая причина кроется за вот этими приступами ревности, обнаружить, что конкретно у вас, это жадность какая-то, или это желание подчинять и обладать, или это очень дико неуверенность в себе, и постепенно начать это всё прорабатывать. И по поводу способов проработки предлагается три варианта, по крайней мере, то, что мне подсознание предложило, вот так вот я вам не таскаю информацию, но мне предложило три варианта. Первое — это найти какого-либо рода увлечения или хобби, или уйти из головы в какую-то деятельность, которая очень сильно нравится человеку, захватывает всё его внимание. И через эту деятельность, это может быть, кстати, творчество, через эту деятельность человек собирает свою целостность, он находит там самого себя. И когда он целостен, ему уже не надо захватывать другие какие-то ресурсы и, соответственно, получать вот эту псевдоуверенность, псевдомогущество или какое-то иллюзорное представление о себе как о более важном, более значимом и более высокостатусном. Вот. Второй способ проработать ревность — это, естественно, начать искать те аспекты, которые приводят к неуверенности, и их прорабатывать. То есть привести себя в порядок, честно признаться себе. Вот я ревную почему? Потому что у меня проблемы с внешностью, или у меня проблемы, ну, там, если это женщина, чаще всего, это внешность, я много вешу, или у меня, допустим, там, я неухоженная, или я некрасивая, или я еще что-то. Сейчас настолько развита индустрия красоты, то все эти моменты можно исправить. И главное — желание, и главное — упорство. Все мы прекрасно знаем. Если у вас лишний вес, идите в спортзал и занимайтесь. Этот вопрос вы достаточно быстро решите. И поверьте, ваша уверенность тут же увеличится, и потом не вы будете ревновать, а ревновать будет вас еще в итоге ваш партнер. Ну, на самом деле, это не цель, да, для того, чтобы переложить вашу ревность на другого, и на это я пошутила на самом деле. Но тем не менее. И третий момент — это проработать травмирующую ситуацию. Очень часто причиной ревности являются травмы, полученные ранее, да, и каждый раз, когда вы испытываете ревность, это на самом деле попытка подсознания достучаться до вас и показать вам, что вот эту вот болезненную ситуацию вам надо проработать. Это вот такая некая подсказка. Прорабатывая эту ситуацию, вытаскивая из нее энергии, обнуляя ее, вы автоматом перестаете от нее зависеть и перестаете быть рабом этой ситуации. Соответственно, вся последующая цепочка реакций обнуляется автоматически. Ну, собственно, на сегодня все. Спасибо большое за просмотры. Подписывайтесь на мой канал. В дальнейшем будет еще очень много роликов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok